Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 8, вопрос, 2124. «Сегодня в школах дети учатся всякой пакости. Их лучше туда не пускать, а учить дома. А как дело обстояло в старину, согласно житий?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мир поглощал и тогда молодое поколение. Это видно и на сыновьях первосвященника Илья». 1 Царств, 12 глава, 23 стих. «Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Безбожники не могут воспитать добрыми своих детей». При мудрости Соломона, 3 глава, 12 стих. «Жены их несмысленны, и дети их злы. Проклят род их». Сирахова, 23 глава, 18 стих. «Чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости, и не пожелать, что лучше бы тебе не родился и не проклясть дня рождения твоего». Притча, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Псалом, 118, 99 стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Второзаконие, 11 глава, 19 стих. «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь». Венедикт, память, 14 марта. Но видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстным похотям, он удалился оттуда, боясь, как бы из-за малого книжного обучения, не погубить великого разума своей души, и, развратившись с людьми порочными, не впасть в пропасть греховную. И так он вышел из школ ненаученным мудрецом и разумным невеждой и презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить внутреннее целомудрие. «Детей не отдавайте теплохладным, не говорю безбожным атеистам, На час не поручайте нянчиться бесплатно, Не в санаториях на лето подлечиться. Такой сорняк, угар, крутая плесень Ворвутся в души детские надолго. Насмотрится кино, бесовских песен, Трещать начнут, мурлыкать безумолку. Задергаются ноги, как на танцах, Им белый свет в дому уже не мил. Поверьте, на спасение мало шанса, Им совесть дьявол крепко защемил. Отец и мать нужны лишь для кормежки, Авторитет родителей разносит. Им сатана своей печет лепешки, И ладанам своим под самым носом. И если даже верующий в роде Ваш родственник желает вам помочь, Не обольщайтесь, этот пень-колода Не воспитает ваших сына, дочь. Они научат только лишь тому, Что сами без труда и пота добирают, Приучат спать, беда уже в дому, И здесь уже не церковь, домашняя орава. Не продавайте чадам первородство, Добытого тобою в покаянье, На чечевичной кашке малой ростом, Так, походя, сроднишься с разной дрянью. Твои отростки, стрелы из колчана, Непереломленные ужас для врага. Не возопи, о Боже, дай сначала Своей упряжке юных запрягать. Установи алтарь детишкам в сердце, К престолу Божию дорогу проложи, Его словам пока живой доверься. Зачем вам умирать? Спешите жить. Игла, 18 сентября 2003 года.